Друзья, всем большой привет! С вами Русские Огороды. Сегодня поговорим и покажем вам такую агротехнику, как посев семян петунии на рассаду. В январе, да, можно производить посев семян этих прекрасных цветов, и не только этих, а еще, например, даже колиусов, для того, чтобы получить хорошие, красивые маточные кусты, с которых можно взять черенки для большего получения рассады. Так что в этом сюжете специально для вас. Ранние посевы петунии и колиусов. Итак, приступим. Для того, чтобы произвести посев таких семян, нам понадобится с вами сеять, будем сразу скажу, двумя способами. Это либо торфяные таблетки, могут быть индивидуально закупленные таблетки, могут быть в сразу готовых таких вот лоточках с торфяными таблетками, можно кокосовые таблетки использовать. В общем, берем изначально какую-то основу. В данном случае у нас вот готовая композиция, готовый наборчик, поддончик, кассета и торфяные таблетки. Второй способ посева семян, это мы берем с вами какой-то лоток, в этом лотке делаем дренажные отверстия, заполняем лоток почвой, грунтом, верховым нейтральным торфом, грунтом для рассады, в общем, любой грунт, каким вы привыкли вообще работать, какой вам вообще, в принципе, нравится. У меня в данном случае это обычный верховой нейтрализованный торф. И все. Что в первом случае, что во втором случае, нам нужно будет сделать парничок. Может быть готовый парничок, как я уже вам показал в таком вот комплекте, да, то есть боксик с крышечкой. Может быть парничок самопроизвольный, то есть взять пакетик фасованный и закрыть потом наши сеянцы. Если мы с вами сеем на торфяные таблетки, либо на кокосовые таблетки, они изначально у нас с вами в сухом виде. И нам нужно их подготовить. Что это значит? Нужно взять горячую воду и залить эти таблетки. Вот в таких вот боксиках сразу заливать нельзя, потому что они, как правило, не термоустойчивые. От высокой температуры он сможет деформироваться. Для этого нам нужна какая-то емкость, может быть пластмассовая, может быть металлическая, в которую мы перемещаем с вами торфяные или кокосовые таблетки, и которая не будет деформироваться, если залить ее кипятком. Собственно, что сейчас я и буду делать. То есть я беру и все таблеточки выкладываю в обычный лоток. Тоже, кстати говоря, емкость для рассады. И далее уже заливаю все это горячей водой. Какая температура воды должна быть? Друзья мои, ни в коем случае не заливайте крутым кипятком. Температура должна быть примерно 80 градусов. Почему нельзя заливать крутым кипятком? Дело все в том, что здесь синтетическая оболочка. И при высокой температуре, когда температура воды 96-100 градусов, она тоже начинает деформироваться, то есть скукоживаться, что приводит к не такому интенсивному и быстрому эффекту набухания торфяной или кокосовой таблетки. А вот температура до 80 градусов, она нам и стерилизует, естественно, нашу таблетку, и приводит ее в нормализацию, то есть в тот размерный ряд, который нам нужен. Сразу хочу сказать несколько слов про размерный ряд самих таблеток. Большие таблетки при посеве мелких семян лучше не использовать. Оптимальный размер это либо 33 диаметр, либо 44 диаметр, то есть 33 миллиметра, 44 миллиметра. Вот в этом диапазоне покупайте торфяные таблетки или кокосовые таблетки. Чем отличаются кокосовые от торфяных таблеток? В одном случае там идет субстрат в виде кокосового волокна мелко измельченного, во втором случае обычный торф верховой нейтрализованный, то есть раскисленный. Вот и все. Какие лучше таблетки выбирать каждому самим? То есть кто с какими привык работать? Я работаю и с теми, и с другими таблетками, мне нравятся оба типа таблеток, но для петунии лучше все, конечно, использовать именно торфяные таблетки. Если мы говорим с вами про черенкование, то для черенкования хорошо использовать кокосовые таблетки. Просто кокос является таким антибактериальным субстратом, и как раз для того, чтобы не было выпута по черенкам, черенки хорошо черенковались и не загнивали, кокос в данном случае идеален. Плюс кокос очень хорошо держит влагу, не так быстро пересыхает, но при этом не переувлажняется. Трофяная таблетка в себе имеет небольшую часть каких-то питательных элементов для развития эстенцев, это благоприятно будет сказываться. Ну вот такая небольшая вам ремарка по этим двум отличиям между таблетками. Ну а теперь мы наши таблеточки просто заливаем горячей водой. Можно поливать их прям сверху постепенно, потихонечку. Вот таким вот образом можно просто сразу прям, ну как бы, все это дело залить. И все главное, чтобы они у нас набухли, впитали в себя всю воду, которую мы для них подготовили горячую, и нормализовались, то есть приняли тот размер, тот объем, который нам необходим. Вот так вот я выливаю весь кипяточек и все. Хорошо использовать кипяток еще по той простой причине, что в этом случае у нас не будет простейших водорослей, и наши таблеточки с вами не позеленеют. Вода получается у нас полностью, скажем так, обеззараженная в плане различных микроорганизмов, которые могут быть в обычной водопроводной воде. В дальнейшем и поливать, конечно, желательно, тоже такой водой кипяченой, чтобы не было позеленения грунта, позеленения таблеток. Тогда они будут развиваться, еще раз повторюсь, простейшие водоросли, что не будет приводить к непрорастанию семян в целом. То есть эти водоросли обволакивают поверхность грунта, не дают цвета и воздуха семенам, которые, собственно, и не прорастают из-за этого. Вот наши таблетки уже набухли, вся вода в них впиталась, и они полностью готовы для того, чтобы можно было производить посев в наши посадочные емкости. Сейчас я их аккуратным движением перемещу в емкости для дальнейшего действия. И вот, дорогие друзья, трафяную таблетку я переместил в посадочную емкость, в гнездышко. Слегка всегда расщепляю трафяную таблетку для того, чтобы получилось такой визуал заполненной полностью посадочной емкости. Мне не нравится, когда есть пустота в краях между посадочной емкостью. А так получается как будто просто горшочек, заполненный грунтом. Но это трафяная таблетка, то есть она будет удобно доставаться из посадочной емкости. Второй вариант, это просто у нас боксик с грунтом. Поверхность слегка уплотняем, чуть-чуть, совсем маленько, для того, чтобы было удобно распределять семена. Ну а дальше дело за малым. Мы берем с вами семена от русского огорода. В этот раз мы будем сейчас сеять новинку из семян. Петуния Надежда и петунии серии Кабаре Канкан, в данном случае Мэлен Руш. Это смесь окрасков, очень классная петуния, полуампельного типа, красивая, ароматная. Что мы делаем? Мы берем, достаем с вами из упаковочки колбочку с семенами, открываем эту колбочку и высыпаем семена на руку. Семян в упаковке много, заявлено 15, так 15 и есть. Далее смачиваем зубочистку, спичку, чем кому удобнее распределять семена. И прилипло семечко, поставили ее в центр нашей таблеточки. Прилипло семечко, поставили в центр таблеточки. И так далее, пока все семена не распределим на поверхности нашей посадочной емкости, нашей терпотаблетки. Вот так вот это все происходит. Достаточно быстро и достаточно удобно. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем опрыскиватель и увлажняем поверхность вместе с этой семечкой. Нужно, чтобы оболочка, потому что семена у нас дрожируемые, тоже намокла. И растворилась. Саму семечку, саму оболочку ковырять не обязательно. Она прекрасно распадается, когда на нее попадает влага. И все. Далее дело за малым. Закрыть ее нужно пакетиком. И берем обычный посовочный пакетик целлофановый и убираем весь наш контейнер в этот пакетик. Создавая тем самым парничок, дорогие друзья. Вот так взяли, накрыли и убираем. Сейчас можно убрать в темное место, буквально на 2-3 дня. Затем переместить необходимо будет под фитолампу, под свет. На подоконнике будет вытягиваться, поэтому при ранних посевах, январь-февраль, используется только фитолампа. Тогда вы получите хорошие, компактные растения, красивые растения. Если мы с вами говорим о том, что сразу ставить на свет, могут позеленеть наши посадочные емкости из-за развития, еще раз повторюсь, простейших сине-зеленых водорослей. Обычно я убираю в темное место на 3 денечка, затем выставляю под фитолампу. Петуньи прорастают быстро, в среднем 5-7 дней. Потом, как только появились у нас первые всходы, первые проростки, пакетик сразу не снимаем. При появлении двух настоящих листиков, маленьких, аккуратненьких, в этом случае пакетик можно будет снять. До этого времени нужно будет делать регулярность проветривания. Но лучше все-таки пользоваться тепличкой-порничком, для того, чтобы не пакетик снимать туда-сюда, а именно крыжечку взяли. Представьте себе, что у меня здесь крыжечка закрыта. Крыжечку взяли, сняли, проветрили, обратно вернули. И все. И когда мы с вами освобождаем уже нашу петунию от прорничка, сделать это нужно постепенно. То есть не сразу взяли, сняли и все, и оставили. Нет. Сначала маленько приоткрыли, может быть, даже пакетик тоже самое. То есть открываем какую-то большую дырочку, делаем для проветривания постоянного. И постепенно, потом, через сутки, через двое, снимаем основательно всю тепличку. Второй способ, дорогие друзья. Второй способ, это когда мы сеем с вами в общих ложках, в общих емкостях. Можно сразу иметь вот такие готовые парнички-теплички, пожалуйста. Посев здесь аналогичным образом. Мы просто с вами берем колбочку, высыпаем семена на руку. Здесь у нас семь семян. Также смачиваем шпажку, зубочистку, у меня в данном случае спичечка. Берем и распределяем вот таким вот образом семена на поверхность нашего грунта. Затем берем также опрыскиватель и увлажняем наши семена сверху. И вот можно видеть, что наша оболочка, когда мы ее опрыснули, уже вот такая вот, видите, растворившаяся семечка. Там внутри ковырять не нужно, разрушать эту оболочку не нужно. Достаточно просто обильно смочить ее именно водой. И все. Дальше что делаем? Дальше берем крышку-парничок, закрываем и поступаем по аналогии, как и с предыдущим контейнером. Можно поставить на 2-3 денечка в темное место, затем выставляем на свет, и семена у нас прекрасно прорастут. Ну и, соответственно, колесы сеем таким же образом, как и петунии. Единственное, что они у нас без драже, сеем поверхностным путем, распределяем по поверхности грунта, либо на торфяные кокосовые таблетки, увлажняем для того, чтобы был субстант у нас влажный, и, соответственно, ждем прорастания. Колесы прорастают подольше, чем петунии, в основном от 10 до 14 дней. Ну и, соответственно, получая ранние посевы, раннюю рассаду, спокойно потом черенкуем и увеличиваем тем самым количество цветов на нашем участке. Так что, дорогие друзья, вот такие два замечательных способа посева семян сегодня мы вам продемонстрировали и показали. Ну а дальнейшее развитие сеянцев, конечно же, мы вам также покажем. Что делать потом? Как пикировать, как пересаживать, какой объем нужен будет, необходим для дальнейшего выращивания. Не только петунии, но и остальных растений, которые будут вам демонстрироваться. Также, конечно же, мы вам покажем и черенкование, как получить море рассады из того, что мы посеяли. Но это уже в следующих сюжетах. А на этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, он для вас был интересным и полезным. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.